Лучшие отношения с Богом То есть у вас появилось огромное желание читать слово? И не просто желание, а это стало осуществляться в практике. Несмотря на то, что я практически мало что понимала из прочитанного. Если Евангелие, я начала с Евангелия, потому что мне родители дали этот совет. И, соответственно, я читаю и дохожу до текста «Не бросайте жемчуга пред свиньями». Мы живем в городе, и я всегда там жила и родилась в Санкт-Петербурге. И я говорю, иду к папе, и говорю, папа, какие свиньи? У нас их нет. И, конечно, папа мне пытался объяснить на моем языке, что это такое, но я говорю, примитивность восприятия на тот момент, что меня вот я буквально читала, буквально хотела понять, или там взять член, вырвать глаз. Вот для меня эти вещи были совсем непонятны, что это такое, и что от нас хочет Иисус, потому что я настолько серьезно к этому относилась, что я понимала, что это буквально должно быть. Но, несмотря на это, я продолжала читать, я не могла отложить, а если отходила, то я через минуту возвращалась и опять читала. И на каком-то этапе вдруг эта книга ожила. И она стала говорящей к сердцу. Как-то, знаете, критическая масса набралась. Я думаю, что не все христиане вот эту критическую массу добирают. И поэтому остаются в той зоне, где есть. А на самом деле надо продолжать делать то, что ты можешь, чтобы оно потом засияло, чтобы оно засверкало, чтобы оно стало с тобой разговаривать. И вот на тот момент, когда я дочитала до этой кондиции, прошел не один месяц. Но тогда, когда я стала читать Евангелие от Матфея опять же, и вот 6 глава, 33 стих, он ожил для меня и заговорил со мной. Что было дальше? Евангелие Матфея, 6.33, который является ключом, на мой взгляд, ну, по крайней мере, к моей жизни точно. И для многих людей это станет тоже, может быть, находкой. Когда я прочитала этот текст, который выпрыгивал, который ожил, стал светиться для меня, и текст, который звучал, «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды его остальное. Все приложится вам». Я задала пару раз вопрос, «Господь, что ты имеешь в виду, почему меня этот текст не отпускает?» Но я не услышала ответа, кроме того, что я внутри почувствовала сильное побуждение заключить обет на основании этого текста с Иисусом. И тогда я сказала, «Хорошо, я принимаю сейчас вот это решение искать Твое Царство. Правда, я не знаю, где оно находится, не знаю, как его искать, и не знаю, что это такое. Но если ты сказал искать, я буду искать. И буду делать то, что ты мне будешь давать понимать на разных этапах моей жизни. Но ничего другого я искать не буду, потому что ты пообещал остальное приложить». А как это? Вы растете в советское время, где к женщинам подход был совершенно другой. Я обрываюсь здесь, потому что меня сейчас интересует. Вот вы рассказываете, Бог имеет с вами дело, Бог имеет с вами диалог, слово оживает, Бог влаживает внутрь вас некое послание. Но вы растете, в то время вы молодая девушка. Как реагирует общество, как реагирует церковь, как вы это переживаете? С одной стороны, я это все делала наедине с Богом, и мне тут никто не мешал. То есть пока это идет между вами и Богом? С одной стороны. Ну, конечно, я делюсь с родителями, какими-то вещами я с ними делюсь. Но дело в том, что опыт наших родителей, он уже в то время отличался. Может быть, не только у них, и у других в связи с тем, что была война. Вот это вот Вторая мировая война. И многие мужчины были на фронте. И были женщины. И как раз моя прабабушка, моя бабушка и моя мама это те, которые занимались евангелизацией поселом. Слобы утверждения были в то время. Которые молились за освобождение. Вау. Которые получали серьезные пророческие слова. У которых было слово откровения на момент, когда умрет Сталин. Мама моя получила в пять лет это слово, что умрет Сталин. Вау. То есть, вот эти вот вещи, которые им были близки. И когда они жили в другом городе, правда, тогда они жили. И было пророческое слово им тогда, во время репрессий, во время войны, они слышат слово. Вы будете жить в большом городе. К вам будут приезжать иностранцы. Вы будете их принимать. Вы сами поедете по другим странам. Это вообще тогда не вмещалось. Ни в какие рамки оно не входило. И они даже боялись, что такое слово звучит, а не только, чтобы его как-то размышлять и принимать в практику. Но когда это стало уже в нашей жизни, когда мы стали рождаться как дети и стал Бог двигаться, конечно, они это принимали с радостью. Потому что они уже понимали, в город другой они переселены. Бог открывает новые сейчас для них просторы. И теперь работают с детьми, о чем они всегда молились, чтобы с нами Бог работал. Поэтому здесь, с одной стороны, я не имела препятствий в личностном уровне. Но когда это касалось церкви, конечно, там я прошла разные вещи. И, наверное, тут ни одной программы не хватит, вернее, ни одной программы не хватит, чтобы это все описать. Но Бог давал очень удивительные для меня откровения. И по возможности я ими поделюсь. Принимают вас сейчас как служителя Божьего? Интересно, что где-то лет 15 назад, может, нет, больше, 20 лет точно прошло, когда мне Господь сказал, твое служение будет лакмастовой бумажкой, которая будет определять гордость мужскую. То есть ты будешь сталкиваться и с неприятием, потому что, ну, гордость, она проявится. А если проявится, то будут и последствия. То есть мне, в общем-то, надо было это уже проследить. Он мне не разъяснял, он просто сказал эту фразу. И те вещи, которыми он меня готовил, или те откровения, которыми он меня выводил на эту арену, это не было за один день. Это было очень интересными такими вещами или вкрапливаниями в мою жизнь, когда я просто, когда я брала очередной раз, получала откровение, говорю, Господи, ну, мне кажется, я уже эти вопросы перестала тебе задавать. Ты мне уже все объяснил. Ты мне все уже сказал. Но вдруг мощнейшее откровение, а следующий день какое-нибудь испытание в этой сфере. И однажды, когда у меня произошло то, что мне Бог просто два часа говорил на эту тему, кем он меня призывает, кем он меня видит, куда он меня посылает, как он со мной будет работать, и я сидела просто в умилении, у меня каждая клетка принимала это послание от Бога. Я говорю, Господь, разум мой не понимает, как ты это сделаешь, но я духом принимаю. Я соглашаюсь, я хочу сказать тебе, как Мария, да будет мне по слову твоему. Я просто внутри себя эти вещи так складывала, принимала, хотя, говорю, внешне казалось, но я в традиционной церкви. Там братья, ну, практически, так скажем, каждый раз напоминают сестрам свое место. И вот в очередной раз я прихожу, уже это было в субботу, получала откровение, в воскресенье прихожу на служение. Встает один брат, уважаемый мною человек, хороший проповедник, встает и начинает говорить с точностью, да наоборот, все то, что мне говорил Господь. Вот просто, вот буквально, под копирку только все с обратной информацией. И я сидела в тот момент за роялью, потому что я тогда играла хору. Это еще одна история, почему я стала играть. Ну, а тут я смотрю на зал, зал смотрит на меня, потому что звучит такое слово, и вдруг меня Господь как отрезает от этого текста. Я его слышу, но за кадром, и сама начинаю слышать все то, что вчера мне Бог говорил. Вот просто у меня как свитком таким, вот раз, проходит, проходит каждая строчка, и у меня опять возвращается то умиление, когда каждая моя клетка принимала вот это послание. Я сижу, у меня текут слезы, я сижу и думаю, и у меня только где-то внутри такая мысль, сейчас люди смотрят на меня, что я сижу, плачу, хоть за пепитром не так видно, но все равно я же напротив зала сижу. И люди думают, ну, наконец-то до нее дошло. Что проповедник наконец-то ее сейчас достигнет. Вот, поэтому это не было так просто. Но с другой стороны, это мне дало очень хорошую школу. Вы растете вот с Богом, идет процесс у вас, Бог вам открывает шестую главу Матфея. Вы остановились на этом. Ищите, приезжая Царство Божьего. Для многих это совершенно непонятный контекст. То есть, как вот вы говорите, что искать, где искать, кого искать, как искать. Я понимаю, что Бог вам дает понимание этого послания. Как вы можете объяснить, что это такое сегодня уже, спустя много лет? Если коротко, то это то, что внутри нас, Царство Божье внутри нас есть, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это в Духе. Это то, что есть внутри. И я сейчас поясню небольшим примером свидетельства. Я однажды ехала с работы. Я тогда работала логопедом. У меня был рабочий день 4 часа всего. И затем ехала уже на молитвенное служение, которое у нас было вечером. А в этот день я получила то ли зарплату, то ли аванс. И когда пришла в магазин купить что-то для дома, подходя к кассе, я обнаружила, что у меня нет кошелька. И поняла, что зарплаты-то уже нет. Я выложила все эти продукты, вышла, и расстояние, которое мне надо преодолеть до молитвенного дома, оно где-то, наверное, чуть меньше километра. И вот я иду по этой дороге и говорю, Господь, что это такое? Что случилось? Почему у меня пропал кошелек? Что я не так сделала? Или кто это мог сделать? У меня куча вопросов, и я с ними пытаюсь разбираться. И вместо того, чтобы получить ответ на эти вопросы, я получаю от Бога еще один. А куда ты идешь? Я говорю, в церковь. А зачем ты туда идешь? На молитвенное служение. Что ты там будешь делать? Молиться. И Бог замолчал. Я так думаю, так, интересно, о чем я сейчас буду молиться? О том, что кошелек у меня украли. Я же шла-то с другой задачей молиться, да? И тогда, спустя какое-то время, пока я размышляла над этим, что что-то Бог мне хочет сказать большее, чем я задаю вопросы. И тут прозвучал следующий вопрос. А как ты думаешь, дьяволу нужен твой кошелек? Я говорю, нет, не нужен. А что ему надо? Что он у тебя сейчас украл? И тут я вдруг начинаю понимать. И мне Господь говорит, смотри, радость исчезла, мир ты потеряла, а сейчас ты теряешь праведность, потому что ты начинаешь осуждать людей, которые тут могут не иметь отношения к этому. Значит, он у тебя крадет царство. И только твое решение определит, отдашь ты ему это или нет. И пока я шла туда, до этого молитвенного дома, мне надо было принять решение. Я туда войду с царством, либо я туда войду с потерей. И поэтому я сказала, да, кошелек он у меня украл, но царство ему не отдам. И тут я пришла, я стала радоваться, я стала петь, я стала молиться. И таким образом я стала понимать, если у тебя внутри есть царство, то ты его сможешь распространять. Тогда вокруг тебя будет атмосфера царства. Если внутри его нет, то ты будешь поглотителем царства. И там, где даже оно есть, ты можешь его либо испортить, либо стать паразитическим элементом, который будет себя это поглощать. Поэтому такие первые уроки по царству, которые я принимала. Поэтому да, начинается внутри, и только внутри, а потом оно распространяется. Что для вас христианство сейчас? Как вы видите христианство? У меня есть такой интересный вопрос, который я часто задаю на конференциях. Почему последователи Иисуса не называются иисусовцы? Потому что все называются именами своих учителей. Но с христианами почему-то стало иначе. И на самом деле Иисус – это спаситель. Если иисусовцы, то спасатели. А мы не спасаем. Мы направляем к Спасителю. И то, с чего начал Иисус свое служение, когда Он сказал «Дух Господа Бога на мне» – это помазание. А Христос – это помазание. Поэтому для меня христианство в чистом виде, как его предусмотрел Бог, это служение в помазании. И быть не просто знающим, что Иисус тебя спас, а быть последователем Иисуса. А последователь – это тот, который достойен Иисусу. Это тот, кто берет крест. А это значит, ты входишь в свое призвание. А в этом призвании ты живешь тогда только в помазании. Потому что призвание без помазания – оно сухое, его нельзя выполнить. И Господь не оскорбляет нас маленькими задачами. И поэтому Его послание, Его призвание, оно всегда будет больше нашего мышления, больше наших возможностей. А это значит, что нужно помазание, чтобы выполнить это. Как вы определяете свое предназначение на этой земле? То, что больше всего тебя радует, волнует и тобой движет. Какое ваше предназначение? Мое призвание – это, конечно, люди. Это работа с людьми. Но если более конкретно, когда я задала вопрос, кстати, что интересно, точкой отсчета для меня стала глобальнейшая задачей, которую я услышала, когда я так напрямую задала Богу вопрос. Господь, что ты поручил мне сделать? Я услышала эту фразу, как называется моя книга «Россия для Христа». Как сложилась ваша жизнь? Я понимаю, что мы трогаем очень многие сферы, но они все важны. Я понимаю, что всего абсолютно сложно осветить и в деталях, но, по крайней мере, мы держим характеристику нашей программы. Как сложилась ваша жизнь? Вот дальше. То есть вы растете, вы развиваетесь в Боге, вы растете в христианской семье. Как вот сложилась ваша жизнь? Вот этот процесс. Когда я себя отдала в руки Христа, то были очень, думаю, важные корректировки на этой дороге. И одна из них была связана с таким понятием, или с моим вопросом, когда я читала послание Коринфянам, где в 4 главе первого послания апостол Павел говорит, что от домостроителя же требуется, чтобы он был человеком верным. И мне все равно, как вы судите обо мне, я и сам не сужу о себе. В этой же главе говорит Павел. И я, зная, что так много людей судят и разговаривают о каких-то вещах, и более того, многие люди обращают внимание на то, как судят другие люди, то я тоже, в общем-то, человек из того же теста. И поэтому мне было не все равно особенно уважаемые мной люди, что они думают, как они мыслят, на что они дают какие-то советы и корректировки. Но когда я прочитала этот текст, он опять привлек мое внимание настолько глубоко, что я не могла просто так от него отойти. Я тогда сказала Иисус, я не строитель. Я, может быть, никогда им не стану. Но здесь написано, что домостроитель, от него требуется верность. У меня просто вопрос, почему требуется верность, а не квалификация. Потому что если я не строитель, то я не знаю, с какой стороны подойти. А если я буду квалифицированным человеком, тогда я что-то могу качественно сделать для тебя. Почему здесь ничего не говорится о квалификации? И тогда мне был очень четкий ответ. Верный человек, нет, сначала квалифицированный человек может на полпути оставить дело, а верный человек приобретет квалификацию. То есть он не останется невежественным в своем призвании. Он будет усовершаться в этом. И для меня это стало очень таким конкретным пониманием того, что мне надо формировать или как минимум развивать и поддерживать верность. И все, чем я буду заниматься, мне надо делать это качественно. И я, оборачиваясь теперь назад, вижу, что тех учителей, кого мне давал Господь, те сферы, которые он мне поручал или в которые я просто была вброшена в силу обстоятельств, когда надо было помогать людям по освобождению, все отворачивались от них, потому что это вопросы, на которые нет ответов у людей, у многих. А я не могла их бросить. Я продолжала за них молиться. Я продолжала искать у Бога ответы. И когда я их находила, то это становилось ключом для следующих судеб. И так оно у меня по жизни шло. И когда я стала видеть, как Бог работает, я просто была удивлена и потрясена. И он мне еще дал одну иллюстрацию, очень яркую по отношению вот этого же местописания, когда я увидела видение во время молитвы. Я увидела огромное поле. И на этом поле домики практически одинаковые, но очень неказистые. Типа летних туалетов, если кто в России видел такие страшненькие скворечники. Вот что-то типа такого. И все видимое пространство заполнено этими домиками. Я смотрю на это и думаю, что это за картина такая невзрачная, такая неприятная. И слышу голос. Вот такие строения. А теперь посмотри, как надо строить. И тут я оказываюсь на части этого же поля, но площадка пока еще заросшая, пока еще там что-то наброшено. И в этот момент вижу только руки, которые убирают эту площадку. Убирают всякие сучки, камешки, стеклышки, убирается трава. То есть как будто полируется поверхность. И глядя на эту работу, очень долго и длительно совершалась эта работа вот этими руками. Я просто стояла, смотрела со стороны. Потом мгновение ничего не делается, площадка расчистена и как бы осматривается, что площадка готова. Следующий вид работы стали копать траншеи. И траншеи копались достаточно аккуратно. То есть не было никакого копания в сторону. Вот как лезвие ножа в масло. Вот так опускалась эта лопата или какой-то инструмент блестящий просто. Опускался, и грунт куда-то тут же убирался. Я видела, как эти траншеи ровненькие и очень глубокие и довольно долго копались. Потом опять такое мгновение молчания оглядывается этот вид работы, что он завершен. И третий вид работы, когда стали бросаться камни в фундамент. Вот в этот, в эти траншеи. И причем камни падали так далеко, что я слышала их гул. Насколько глубоко были выкопаны траншеи. И когда камень ударялся, потом следующий, я понимала, что теперь уже вот скоро-скоро они появятся на поверхности. И вот где-то, может быть, с полметра этого фундамента появилась на поверхности. И я теперь уже понимаю, хоть и не строитель, что теперь будут уже стены возводиться. Я уже приготовилась к четвертому виду работ, так же длительно. Но вдруг у меня на глазах просто эти стены, они просто, как, знаете, в одно мгновение ока. Раз, и стены поднялись. Как-то кирпичик к кирпичику. И они готовы. Красивейшие стены, красивые окна, изразцовая крыша. И все это так красиво смотрится. Я смотрю на этот потрясающий дом, уникального вообще, архитектура уникальная. И слышу голос, вот так надо строить, но таких строений очень мало. И потом мне дается расшифровка всего этого. Люди, которые торопятся выйти на служение, они готовы кого-то скопировать. Всегда есть уже те, кто уже чего-то достиг. И на кого можно, глядя, что-то срисовать. И это легко делается. Может быть, даже проповедь наизусть выучить. Чью-то. И с каким-то посланиваете, движение повторите, манеру голоса. И на тот момент в нашем окружении было несколько таких телепроповедников, которые очень копировали. Например, Цвагерт. Это та юность моя. Классика. Да. И вот просто все Цвагерты кругом ходили. Куда не пойдешь в церковь, везде были одни Цвагерты. И для меня, поэтому это стало очень понятно, что и говорит Иисус. Вот это, вот такие строения. Но если я строю, то я строю три вида работ, которые знает только человек и я, что проходим. Сначала очищение. Это очищение будет глубоким и полноценным. И только потом копание. И вот тогда, когда идет углубление, в котором нуждается каждый человек, и чем выше строение, тем глубже фундамент, чем больше призвания, тем я больше буду копать. Аминь. И потом я только закладываю вот эти камни, не щебенку, а камни, камни фундаментальной веры, камни фундаментальных отношений. И уже тогда, когда это есть, все остальное быстро выстраивается. И вот эта видимая картина, она уже сразу всех привлекает. Вы позволили Богу вести вас в этом формировании. Конечно. Это было, вот я о чем и говорю, что это на всю мою жизнь. Это весь этот процесс. Да. Спасибо. У нас немного осталось времени, но у меня есть два интересных вопроса к вам. Вы верите в чудеса? Конечно. Я не просто задаю. Серьезно. Есть такая пословица, как здорово в церкви встретить верующего человека. Потому что чудо связано с верой. Вот если вы могли бы такое яркое чудо, которое произошло в вашей жизни, вот вы просто можете прямо сейчас его сказать. Вот конкретно чудо, которое произошло с вами. если есть такое. Ну, чудес у меня было очень много из разных сфер. И, наверное, одно из них я расскажу, не скажу, что оно самое яркое, но это моя мечта и сегодня, говоря о телепортации. То есть я знаю, что если Евнуха, вернее, Филиппа переносил, ангел, и, в принципе, когда я это получила как внутрь свое желание вообще об этом заговорить с Богом, то вышел один журнал, светский журнал, где каждый раз, когда какое-то откровение нам давал Бог на молитве небольшой группы, то этот журнал, раз в месяц выходящий, он основную тему молитвы за месяц высвечивал в названии журнала. То есть как бы основная передовая была статья. Это, говорю еще раз, светский журнал. И вот вдруг в очередной раз покупаем этот журнал после молитвы о телепортации, и там основная была эта статья «Телепортация в истории». Как это имело место раньше. И это в моей жизни, в моем духе очень близко мне. Я об этом молилась. Не могу сказать, что я часто об этом с Богом говорю, но был у меня такой момент, когда мы ехали в одно служение, которое у нас находилось 160 километров где-то от Питера. И мы выехали со своего служения, должны были ехать в этот город. И когда нас вез водитель, вроде бы он уже знал дорогу, но он что-то не туда свернул, и мы получились, объехали круг и вернулись опять в точку, откуда мы выехали. А нам еще полтора, вернее, ну сколько, 160 километров ехать, и через, где-то уже у нас через полчаса служения, это нереально успеть. А люди придут, и нам им не сообщить. Тогда телефонная связь не была такая, как сегодня. И мы говорим, ну что делать? Господь, у нас остается возможность только молиться и петь тебе. Уже что ты сделаешь? Ты знаешь, что мы не просто так это потеряли время. И стали петь, молиться по дороге. Я вообще люблю молиться в машине, и поэтому раз ехать долго, то я вот молюсь, молюсь, поем, молюсь, а водитель как раз певец. И мы едем, и вдруг Гера, эмоциональный человек, вскрикивает, о, Приморск! Я говорю, как Приморск? А он говорит, смотри, въезжаем в Приморск без 5-7. Нам всем начало. И на самом деле, пять минут нам доехать от этой вот уже, от этого объявления доехать до места. Вау! И мы приходим ровно в 7 часов, народ стоит, о них, как все нормально, естественно, что мы должны вовремя приехать, а мы-то знаем, что нереально было приехать. Я не знаю, как, у нас не мелькали деревья, мы не поднимались на крыльях, но мы оказались в нужное время, в нужном месте. Аминь! Последний вопрос. Вы можете сказать, что я счастливый человек? Конечно! Я очень счастливый человек, потому что счастье связано с призванием. Это внутренняя категория. И если внутри человек счастлив, он счастлив уже сейчас, а несчастлив будет. И если ты несчастлив сейчас, то надо разобраться с чем-то вот сегодня. И не с обстоятельствами, а с внутренним содержанием. Поэтому я очень счастливый человек. Я знаю Бога, Бог знает меня, я знаю, для чего я живу. У меня есть дети, у меня есть муж, все знают Бога, у меня есть внуки. Мы все имеем и приложение царства, Бог верен. Я могу сегодня сказать, если я искала его царство, может быть, я не всегда была верна, я сейчас, мне даже трудно сказать, я думаю, что я делала все, что я понимала. Ну, наверное, были какие-то и промахи по-человечески, но Бог всегда был верен. Аминь! Он всегда прикладывал, он мне давал лучших учителей в моей жизни. Спасибо большое! Я, ну, лично сам рад, что мог через эфир познакомиться больше с вашей историей, с вашей жизнью, и я верю, что оно благословляет и благословит очень многих людей. Абсолютно в это верю. Вот. Обязательно мы в следующей передаче коснемся одной небольшой темы. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вот мы возвратимся. Друзья, просто хочу несколько слов оставить всем нам. Знаете, наша жизнь вращается вокруг свидетельств. Люди говорят о нас, люди что-то думают, и так много людей, которые переживают о том, что люди думают о них. Я часто говорю, если бы вы знали, как мало люди думают о вас, вы бы не переживали о том, что люди думают о вас, потому что мы так заботимся, что о нас, кто как скажет. Друзья, я всегда говорю, давайте представим, что вот вы всем угодили, вот вы все, одеваетесь так, как все хотят, вы говорите, как все хотят, вы поступаете, как все хотят, вот вы всем угодили. Люди пытаются всем угодить. Вот всем угодили. Кроме одного. Того, кто сотворил вас. Я уверен, что добившись такого результата среди людей, вы не будете удовлетворены. Вы будете самый большой, разочарованный человек. А представьте другое. Если вы знаете, как Библия говорит, дух свидетельствует Духу нашему. Вы знаете, что вы угождаете Богу. Я уверен, что вас так мало будет волновать, что думают о вас люди. Вы будете всю свою жизнь сведете в то направление, о чем мы сегодня говорим. Да придет твое царство, да будет твоя воля здесь на земле, как и на небесах. Я верю, что каждого предназначения оно воли Творца в его деле. Поэтому благословляем вас. Пусть это свидетельство, пусть это программа. Она очередной раз просто зарядит вас. Она даст вам вдохновение не опускать свои руки, не смотреть на все, что происходит вокруг вас. Продолжать, друзья, продолжать. Продолжать искать Царство Божьего и правду его. А все остальное приложится вам. Встретимся в следующей программе Деяния. Мы верим, что вы получили благословение от нашей передачи. Более подробную информацию о ресурсах и о том, как вы можете поддержать это служение, вы можете получить, посетив наш сайт 3wffministry.com. Ваши щедрые поддерживания помогут нам продолжать вещать эти передачи в вашем регионе. И помните, Бог очень сильно любит вас. Служение Flame of Fire верит, что ваши десятины принадлежат по местной церкви, а ваши пожертвования помогают нам распространять Евангелие Царства во многие страны. Спасибо, что смотрели передачу с Андреем Шаповал. Мы молимся о вас, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни, чтобы Божье благоволение сопровождало все ваши пути и Его мир царствовал в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин